Мы продолжаем цикл наших передач, я даже не знаю, как их назвать. Мы разговариваем про недвижимость, про дизайн, про все, что связано с комфортной жизнью в своем, не только в своем жилье. Мы немножко в прошлый раз поговорили об общем, о том вообще, зачем этим всем заниматься, как примерно устроен процесс. У нас со Станиславом есть план записать примерно, я не знаю, Станислав, сколько занятий, может видео 10, попытаться комплексно рассмотреть, системно, как Станислав говорит, рассмотреть процесс дизайна, ремонта, приобретения жилья. Сегодня хотелось бы поговорить про покупку недвижимости, кратенько как-то в общем. Эта тема обширная, важная, сложная, я думаю, наши зрители и читатели найдут при необходимости какие-то дополнительные, более глубокие ресурсы. Мы хотим в общем дать широкими мазками, так сказать. Вот, Станислав, слушай, первый вопрос. Как понять вообще покупать или арендовать? Вот скажи мне. О, классный вопрос. Тут очень сильно зависит от ментальной подготовки твоей, то есть что ты хочешь, как у тебя вообще. То есть вообще никто ничего, ну не мешает тебе с экономической точки зрения снимать. То есть ты снимаешь квартиру и живешь, если тебя она устраивает. У тебя есть некие минусы, да, минусы, что собственник всегда может продать жилье, а тебе, допустим, район понравился, у тебя там друзья уже, дети в школу ходят, ну просто вот так. Вот, тут зависит от того, насколько легкий ты на подъем и насколько тебе вообще-то комфортно. Либо наоборот, ты хочешь как бы свое, чтобы у тебя было, ты мог ее оборудовать, как ты живешь, как ты хочешь, и все бы зависело от того, как ты хочешь устой. То есть я думаю, что здесь, скажем, не экономическая больше тема, а именно моральное внутреннее удовлетворение. Потому что ты можешь сделать, чтобы это было супер все выгодно, но тебе душевное спокойствие не будет. Поэтому тут каждый своего выбирает. Слушай, я читал такую штуку интересную, что нужно примерно прикинуть, сколько обходится тебе аренда жилья относительно его стоимости. И, по-моему, Лебедев писал, он говорил, что если, вот посчитали, допустим, стоимость ежегодных аренд, если стоимость квартиры больше, чем 25 ежегодных аренд, надо, типа, покупать. Если меньше, надо продолжать им давать до старости. Ну, ты говоришь опять... Ты такое считал, когда свое жилье покупал? Нет, давай еще раз, чтобы мысль моя была четкой и понятной. То есть, когда ты считаешь экономически, тебе, скорее всего, будет экономически выгодно снимать. Скорее всего. Но когда ты считаешь, что комфорт твой личный, то есть, его невозможно оценить в деньгах. То есть, насколько тебе круто, качественно жить в том доме, в котором ты сам построил для себя. Ты покрасил, как хочешь, ты привез мебель, какую хочешь. Ты знаешь, что тебя никто оттуда не выгонит. То есть, что у тебя все будет четко, классно. Вот в этом основной вопрос. А не в том, как бы, насколько... Не все в деньгах, короче, меряется. Я понял. Хорошо. Ладно. А ты вообще можешь представить, что ты в будущем когда-нибудь еще будешь что-нибудь снимать? Я вообще никогда ничего не снимал. Ну, нет, я снимал вначале, но как можно быстрее я избавился от этого и приобрел себе недвижимость. То есть, я взял недвижимость в ипотеку. Ну, в целом, если ты в ипотеку берешь, то это выгоднее, и у тебя, оказывается, ты практически столько же, сколько ты за аренду платишь. Чуть-чуть побольше, может быть, ты платишь за ипотеку в банку, и через 10 лет у тебя будет недвижимость в собственности. А сейчас ты живешь в собственном доме, это твоя полность? Я быстро сообразил, что нужно недвижимость, чтобы она была. И я в какое-то время сдавал, у меня была квартира еще одна, и там был офис моей студии. И я сдавал офису с моей студии, и сначала выплачивали мне аренду, а потом уже делили заработок. Примерно так. То есть, я как бы окупал. А если ты, допустим, свой дом придумаешь продать и на Лазурном побережье переехать, ты его дороже продашь, чем ты его купил? Ну, если в долларах, то нет, доллар повысился. Если в рублях, то очевидно, что да. Потому что любой дизайн, сделанный уже, он как бы повышает стоимость жилья, конечно. Слушай, вот такой вопрос. Представим, что есть выбор купить несколько видов жилья, допустим, несколько квартир в Москве. Одни чуть подороже, другие чуть подешевле. Те, что чуть подороже, они с каким-то дизайном. Уже там кто-то что-то сделал. Ремоделинг, как бы, я не знаю, как просто сказать, под переделку. Или в чужой дизайн пытаться вселиться, чуть подороже заплатить. Кто-то уже делал дизайн, но тут зависит от того, нравится тебе или не нравится. Я предпочитаю, знаешь, какой, если у тебя дизайн сделан без, ну как, там функционально все продумано, да, у тебя нормальная внутренности и есть какой-то простор для творчества. То, если тебе это важно, то ты, ну, переезжаешь и добавляешь там свои рамочки, какие-то свои, не знаю, любимые подушечки и так далее. То есть тут понимаешь, что все очень индивидуально. У нас вот в менталитете такая тема, что лучше там плохое, но свое, условно плохое, да. То есть нежели там тебе кто-то сделает, но ты будешь жить в отельном номере. То есть да, нормально, переночевай день, два, три, но потом тебе надоедает, ты хочешь вот что-то по-своему сделать. То есть вот это вот стремление, желание сделать что-то свое, это очень важно, ну, для человека. Поэтому я считаю, это естественное желание, поэтому, собственно, ну, люди при первой возможности, они вкладывают деньги в жилье. Поэтому эта тема наша всегда будет работать. Я понял. Слушай, мне напомнило, знаешь, как в Японии, там, когда люди покупают дом. Они первым делом его сносят и строят свой, потому что для японцев жить типа в чужом доме, это вообще очень странно. Надо свой построить. Логично. Здесь старые недвижки не имеют для них ценности. Земля имеет ценность, а дом свой. Ну, слушай, на Рублевке у нас тоже, то есть тут такая у нас зона есть, где земля очень дорогая. И люди покупают землю, просто сносят дом, потому что, ну, как бы он ничто по сравнению со стоимости земли. Ясно. Вот мы и узнали, что Станислав, собственно, на Рублевке живет. Нет, это там такое место для старых, ну, старые ребята там живут, кто вот олигархами был в девяностых. Ясно. Ну, ничего, у тебя все впереди, еще несколько книжек, я своим рабским трудом напишу для тебя и переселишься недалеко, тем более. Если лениться не будешь, да чего? Лениться, если не будешь. Ну, как, не знаю, посмотрим, я стараюсь из-за всех сил. Слушай, вот вопрос про вторичку, первичку и вторичку, если я правильно использую этот термин. Чего лучше, как понять, где выбирать квартиру? Лучше, конечно, чтобы это была первичка, потому что за вторичку, как правило, хотят много денег лишних, вот, и, ну, не всегда, не всегда, в общем, выгодно. Но, с другой стороны, ты можешь найти очень выгодные предложения, которые, ну, хотят избавиться там от дома, да, и, соответственно, можно нарваться, что будет окей. Вот у нас тут поселки были, ну, по слухам такое было, что дом продавали на треть дешевле с аукциона, там, кто-то либо банкротился, либо еще что-то такое наподобие было. Вот, соответственно, кто-то купил очень выгодно. Этим надо заниматься, то есть, если ты занимаешься, как любой темой, да, риэлторская, у тебя есть такая, как бы, жилка, то ты можешь найти что-то интересное. Если ты не занимаешься, человек с улицы просто, да, у тебя нет знакомых, и ты не готов, там, ждать полгода, тебе нужно купить, то выгодно покупать на первичке, потому что ты покупаешь у застройщика, у тебя некие гарантии есть, у тебя, ты можешь поторговаться, ты можешь купить на первоначальном этапе, ты можешь купить на, там, среднем этапе, то есть, ты можешь инвестиционно вложиться. На вторичке имеет смысл покупать только если у тебя супер какое-то классное предложение, ты знаешь, что вот оно прям, ну, вообще отличное. И такие предложения есть по банкротству, но это надо отслеживать, этим надо заниматься. А есть какие-то люди, которые могут, там, помочь, организовать, поискать за тебя какие-то предложения, банкротство там? Ну, видимо, могут, но если там будет что-то действительно вкусное, они скорее сами воспользуются, либо найдут инвестором. У нас, ну, то есть, наивно полагай, да, то есть, они же для денег работают. Вот, соответственно, если они что-то действительно классное найдут, они лучше в банке займут и провернут эту операцию, тебе же продадут там уже сразу же плюс 20%. Вот, поэтому сложно я себе это представляю. У нас был такой, кстати, печальный опыт, у нас мы поставили человека следить за договором, то есть, там нужно было отслеживать в газете объявление о том, что администрация сдает, либо продает какую-то недвижимость. Вот, и человек в итоге, примерно, вот как ты говоришь, да, он такой подумал, а что, мне тоже нужно, и я сам себе все куплю. В общем, он должен был отслеживать, отслеживал, отслеживал, нашел что-то прикольное и сам купил. Он потом сказал, типа, извините, ребята, тут, ну, вот мне надо тоже семью кормить. Я говорю, ну, ладно, хорошо. Ничего себе. Не, ну, это нормальная тема, да, почему нет? Это психология людей, просто мы ее как бы не знали раньше, ну, или там доверились. Вот, ну, а человек, когда у него возможность условно слово держать и семью кормить, ну, как бы многие выбирают семью кормить, а слово держать, ну, как бы, ну, он себе объяснил, да, что так ему выгоднее. Вот, ну, с его точки зрения это нормально, с нашей точки зрения мы не предусмотрели. Вот, поэтому я бы не надеялся, то есть, либо самому, да, этим заниматься, либо они парятся и купить на первичке. Сейчас очень много предложений, очень хороших. Я понял, спасибо, хорошо. Слушай, а вот, вот такой вопрос, есть старичка, какой-то там, не знаю, старый сталинский дом где-нибудь на, не знаю, на Соколе, там небольшая квартира, вот. А как оценить какие-то риски, а он может через 30 лет дом посыпется и, типа, все, как это устроено? Ну, его снесут, за дом отвечает, у тебя коммунальное хозяйство какое-то, если его сносят, то тебе равноценную недвижимость по закону дают, то есть, это нормально. Сейчас же даже покупают пятиэтажки, то, что сносят, вот по Москве там реновации есть, и даже люди некоторые покупают жилье старое, и специально, что его сносят, и им дадут в том же районе, там по закону, в новостройке. И вот цены на вторичку, они возросли сейчас, то есть, такой номер быстро прошел, а потом уже, сейчас уже перекупщики пошли. Я понял. Слушай, а что ты думаешь про недвижку для инвестиций? Типа, купил, она растет, сдаю, и как, вот как с этим все дела? Это очень крутая тема, да, более того, там, есть люди, которые профессионально этим занимаются, то есть, покупаешь недвижку, есть такие полусерые схемы, когда ты покупаешь квартиру, делишь ее на несколько частей, на комнаты, типа, делаешь такую коммуналку, и ее сдаешь. Таким образом, ты легко сдаешь маленькую площадь, и у тебя там в одной квартире, там, не знаю, 5 человек живет, в общем, делишь на 5 комнат, или там там хаус, или дома. То есть, с точки зрения закона, это не совсем законно, но с точки зрения, пока тебя не проверили, ты можешь это делать. Вот, поэтому даже такие курсы есть, там, у меня даже знакомые этим занимаются. Но это такая полусерая схема, я бы не рекомендовал этим делать. Но в целом, как они делают? Они говорят так, что ты берешь кредит в банке, там, под 10%, например, ну, условно, ты покупаешь квартиру за этот кредит, и у тебя те, кто живут, они гасят этот кредит. Ну, то есть, так как ты 2 или 3 семьи туда селишь, у тебя получается как бы выше, у тебя даже дельта еще небольшая, то есть, ты там еще 10 тысяч рублей сверху получаешь. То есть, у тебя вроде как пассивный доход на деньги в банке, плюс через 10 лет у тебя будет эта квартира в твоей собственности. Вот такая схема. То есть, она звучит красиво, если бы не одно «но». То есть, это не совсем законно, то есть, даже, ну, как бы незаконно, пока не проверили, и все нормально. И второе, там, ну, в общем, там не такие деньги, собственно, да, риски, они тоже высокие. То есть, у тебя может быть человек уедет, там, надо этим заниматься, кто-то там, не знаю, пожар устроит какой-нибудь, ну, и так далее. То есть, куча-куча таких сопутствующих проблем. Это становится выгодно, когда у тебя в управлении 10, 20, 30 таких квартир, и организуются целые такие организации, которые вот это все сдают. В Питере очень много, кстати, там старые дома покупают тоже с аукционов, делают реформацию и сдают их посуточно. Очень выгодно посуточно, кстати, сдавать. Это второй способ, когда ты делаешь ремонт, и у тебя посуточно, там, 2,5 тысячи рублей, например. Вот, соответственно, в месяц, если у тебя занятость нормальная, то ты там зарабатываешь с квартирой вместо 30 и 60. Ну, примерно так. Угу, я понял. Я немножко помню, жил в Москве возле, называется, посуточный отель «Подушка». Это был такой огромный притон для людей, которые подчасово даже снимали там. Ну, понятно, для чего. Слушай, а ты почему, например, не хочешь заняться, там, приобрести какую-нибудь квартиру в Москве с инвестиционными целями? Да у меня нет особо денег лишних, поэтому я все деньги, там, трачу, либо, ну, короче, у меня нет там лишних денег, чтобы покупать квартиру, вот что могу сказать. Но при этом ты считаешь это хорошее вложение денег? Да, хорошее. Ну, я бы на самом деле не вкладывал, то есть я считаю хорошее вложение денег, мы немножко на инвестиции перешли, я считаю самое хорошее нужно вкладывать, где у тебя получается. То есть я бы, я деньги сейчас вкладываю, там, либо в развитие, там, своей компании, то есть лучше всего в себя, в свое обучение, в свою компанию вкладывать, пока там у тебя, там, не знаю, если у тебя миллион долларов, то, наверное, да, там, на счету, и ты можешь его и стараться куда-то, да, купи квартиры и вот организуй такой бизнес. Если мы говорим о, там, как бы, небольшой достаточно суммах, то их выгоднее всего в свой бизнес вкладывать назад, там, сотрудников, рекламу давать, какие-то продукты создавать, книгу писать, ну, собственно, заниматься таким вот мелким бизнесом. Потому что у тебя, допустим, хорошо написанный, созданный продукт, он у тебя окупается многократно, гораздо лучше, чем квартира. То есть книга, ну, вот, давай возьмем книгу обычную, то есть ты в нее вложил, например, условно миллион, а вытащил с нее, там, ну, давай, даже вот по самому минимуму три миллиона. Вот, у тебя там рентабельность очень хорошая, и она у тебя дальше клиентов приносит еще дополнительно. А квартиру ты за миллион какую купишь? Да никакую. Тебе нужно, там, либо... Слушай, я бы поспорил здесь с тобой. Книгу нужно уметь написать, продать, понять, как это устроено. А квартиру любой дурачок может купить, и она дорожает. Ну, как уметь? Ну, я же умею, я же говорю, если у тебя есть бизнес, и ты умеешь это делать, то тебе выгоднее туда вкладывать. Если ты дурачок, то да, то, наверное, и на квартире ты прыгаешь. Я же говорю про себя, что если ты умеешь что-то делать, если у тебя бизнес уже работает, то тебе выгоднее вкладывать в свой бизнес. То есть то, что тебе приносит деньги, лучше этого масштабировать. Ну, если мы про бизнес уже говорим. Потому что там у тебя рентабельность гораздо выше. На вложенный рубль у тебя там 3, 5, 10 будет выхлопа. А на вложенный рубль в квартиру у тебя будет 1,5 рубля, и все. Таким образом, чтобы тебе получить большой такой же доход, тебе нужно не одну квартиру, а 50. А 50 квартир это тот еще отдельный бизнес. И ты будешь всю жизнь заниматься, что будешь там решать какие-то локальные проблемы. Либо ты берешь уже нанятого какого-то сторожа и управляющего, и он у тебя съедает опять рентабельность. И опять у тебя как бы бизнес на посуточной сдаче квартир получается. А будешь ли ты этим заниматься, непонятно. То есть в итоге, где есть деньги? Есть деньги везде, где есть энергия, где ты занимаешься. Если ты чем-то уже занимаешься, то лучше туда вкладывать. Угу, я понял. Хорошо. И раз у меня уже есть алкоголизм, я продолжаю вкладывать в бутылки с вином. Да, кайф от жизни. Что может быть лучше? Слушай, вот ты чуть раньше говорил, что когда ты покупаешь квартиру, там может быть какой-то базовый ремонт сделан, либо когда-то он был сделан. И важно понять и ценить даже не сам ремонт, а вот как с инженерной точки зрения там все организовано. Вот смотри, допустим, хочет человек купить вторичку. Как ему кратко понять, все ли с квартирой нормально, либо можно позвать кого-то. Как это устроено? Ну, да, можно сделать обследование. Если у собственника, который там уже жил, есть какие-то документы, это большой плюс. Поэтому если вы делаете себе там квартиру, сразу могу сказать, лучше все фиксировать, документировать, все чеки, все сохранять. Потому что при продаже это гораздо лучше будет. Это первое. Второе, что если ты куда-то вселяешься, да, можно сделать исследование, можно пригласить эксперта, и он оценит текущее состояние, ну, плюсы-минусы. Ну, как техосмотр автомобиля, да, перед покупкой, примерно так же. Вот так можно сделать. А сколько это стоит? Ну, это не очень дорого, там, в пределах 20-30 тысяч, я думаю, будет стоить. То есть, ну, если это квартира. По предыдущей теме еще хочу дополнить, с точки зрения инвестирования, у нас есть Сергей Лашин, он недавно наш ученик, замечательный специалист, как говорится, дизайнер. Да, он купился квартиру, недавно хвастался квартиру на нулевом цикле, то есть, когда она будет построена только через 3 года, допустим, но в хорошем районе и в ипотеку. То есть, вот это очень выгодно, потому что у него было сколько-то денег, он их вложил, и через 3 года у него будет там полноценная квартира. То есть, если есть там, ну, хорошее место, да, хорошая стоимость, она в любом случае вырастет. То есть, вот так вот имеет смысл вкладывать, когда ты, наверное, в любом цикле инвестиционно. Но у тебя должны быть свободные деньги тогда. Ты должен быть готов вытаскивать их не сейчас, а там через 3 года, а эти 3 года платить в банк, еще плюс, в ипотеку. Вот так можно. Я понял, спасибо. Слушай, а как вот, допустим, ну, допустим, есть у меня там 5 миллионов рублей, хочу купить, вот как ты видишь, на нулевом цикле, как твой ученик квартиру, чтобы хорошо выгодно получилось. А кто-то может подсказать, в каком районе брать, какой дом, какого застройщика, как вот это там, или к самому разбираться? Ну, 5 миллионов – это маленькая стоимость. Ну, в принципе, можно обратиться к риэлторам, я думаю, они подскажут. Вот, либо посоветовал, вот, допустим, там Сергей вложил куда-то, я в него спросил там, а где, как, чего. Вот он объяснил, сказал. Ну, я думаю, это просто нужно немножко поисследовать, что строится, да, и немножко исследованиями заняться. То есть, в любом случае погрузиться в этот вопрос. Но это к дизайну не касается, это касается, как бы, инвестированию, и больше риэлтора здесь подскажут, скажем так, где что брать, где нет. Я понял. Надо посмотреть городскую, там, план, будет ли там парки. То есть, нужно понимать, что у тебя будет дополнительным фактором, например, метро. Вот у нас, там, где мы жили раньше, там было, не было метро, а потом, когда продавали, уже построили. Вот, соответственно, квартира возросла. Если ты посмотришь план, допустим, развития города, там, на 10 лет, и увидишь, что там будет какая-то супер тема, то имеет смысл долгосрочную перспективу брать, но это тоже этим надо заниматься. Я понял, спасибо. Слушай, а вот с точки зрения покупки недвижимости, вложения денег, что выгоднее? Большой дом, большая квартира, три маленьких квартиры, как это? Общежитие. Выгоднее всего общежитие. Общежитие. Это очень сложно найти клиента, а квартиру на 15-20 метров в хорошем месте, студию, да, какую-то, у тебя с руками оторвут, ну, то есть, у тебя очередь будет. То есть, с точки зрения инвестиций, тебе выгодно, чтобы ты, человек, уехал, ты мог ее срочно снять, чтобы она у тебя не простаивала. Иначе тебе самому придется за проценты платить. Поэтому, чем меньше, тем лучше, в хорошей локации. Я понял. То есть, теоретически, типа, можно вместо, там, большой квартиры попытаться построить какую-нибудь ипотеку, три небольших, и потом заработать на этом. И сдавать посуточно. Вот это самое лучшее. То есть, посуточно… Вот, Сени Станислав раскрылся с новой стороны для нас. Вот прям, какой-то любовь посуточной сдачи в нем повезла. Ну, потому что у тебя выгодно. Знаешь почему? Потому что ты можешь использовать механику упаковки, ну, это моя тема хорошая. То есть, многие же, как бы, ленятся это все там описывать. Ты можешь за счет того, что твое объявление будет более востребовано, ты же где показываешь это, там, на авито, либо где-нибудь, там, на соответствующих ресурсах. То есть, ты, как копирайтер, ты можешь использовать свои суперспособности, описав, очень вкусно описав квартиру с историей какой-нибудь. И за счет этого она будет, как бы, по сравнению с остальными, где просто фотки, допустим, сделаны неумелой рукой риэлтора, она у тебя будет прям с историей. И человек будет чувствовать, что, там, хозяин вложился, он душ вложил. А когда мы покупаем, ну, как бы, это снимаем у нас, получается, мы с душой к этому относимся. Ну, потому что мы за впечатлением идем. За счет вот этой добавочной стоимости ты можешь быть в топе, вот, соответственно, ты обгоняешь всех даже более лучшей квартиры за счет того, что у тебя есть такое описание. Это первое. Второе, ты берешь, допустим, какие-то, то есть, договариваешься с декоратором, который в этой теме шарит, берете, там, не знаю, 10 тысяч рублей, 15, едете, там, ближайшую Икею и делаете очень-очень уютно это все. То есть, это несложно. Может быть, даже своими руками. Едете в какой-нибудь, не знаю, ближайший детский сад, покупаете поделки, вот, и оформляете это так, чтобы это было очень вкусненько. Вот, поэтому за счет дизайна, за счет творческих каких-то вещей, копирайтинга, ты можешь очень сильно, ну, там, до 20% сделать на добавочную стоимость. Поэтому, если бы я этим занимался, я бы снимал, да, квартиру, то есть, все как нужно, классно, дальше бы договаривался бы с коллегами, кто бы хорошо писал, хорошо упаковывал, хорошо фотографировал, видео снимал, может быть, даже историю какую-то туда. Все бы это упаковывал и рекламировал бы еще, то есть, на Авито можно давать там рекламу, допустим, про аккаунт, то есть, тебе таргетолог нужен. И вот это в комплексе уже, видишь, это не просто квартиру там купил, когда врачок, и тогда это деньги приносит, вот это тогда выгодно. Это берешь, кладываешь по 10 тысяч, там, в декорацию, в копирайтинг, в дизайн, и там, в сумме 100 тысяч больше зарабатывать, что удобно. Да, да, и тогда у тебя ее будут лучше снимать. Почему они тебя будут снимать? Потому что твоя квартира будет просто в топе, плюс дальше приходят у тебя жильцы, тебе нужно отзывы гнать, то есть, соответственно, ты им там бутылочку какого-нибудь дешевого, ну, или прикольного, наоборот, вина. Тебя она сильно не стоит, ну, или не вина, там, что-нибудь еще. То есть, в зависимости от того, что ты задаешь, заселяется у тебя на неделю, ты говоришь, вот кто на неделю заселяется, тому там в подарок какой-то бонус. Ну, то есть, ты можешь какими-то еще маркетинговыми историями греть. И так у тебя получается мини-бизнес. Слушай, я как укушенный тобой в хорошем смысле человек, я сразу начинаю думать, ого, надо, наверное, какую-нибудь компанию организовать, типа, упакуем вашу квартиру и половину добавленной стоимости себе забираем, к примеру. Ну, да. Нормально, пойдет? Выстрелит? Да, если ты показываешь кейс, так объяснишь, да, это можно делать, но этим надо заниматься. То есть, чтобы это продавать, у тебя должен быть кейс. Вот ты мне сказал, я говорю, а ты уже, Сергей, упаковал какую-то квартиру, а можно поговорить с человеком, которым ты уже это сделал? То есть, тут возникает вопрос, ну, вот. Дядь, ну, дядь, дай миллион. Да, но я же так и делаю. Вот смотри, я же, когда предлагаю что-то кому-то делать, я сначала сам придумываю, делаю, показываю, вот у меня работает, вот мои цифры. Тогда эта штука очень хорошо продается, ты с большой уверенностью это продаешь. А так вот, что давай мы на тебе поэкспериментируем. Но, с другой стороны, ты как молодой инвестор или как предприниматель можешь найти инвестора. То есть, ты говоришь, я талантливый копирайтер, я вижу такую тему, я буду ей заниматься, дай, пожалуйста, денег. И кто-то тебе даст, потому что он в тебя поверит, и если у тебя все получится, то он сорвет куш. И вы там будете номинальным инвестором, допустим, да, получать. Короче, ты будешь работать, он будет деньги пополам получать, скажем так. Это тоже выгодно. Слушай, мне нравится, как мы немножко, как бы все время слегка скальзывает в тему создания бизнеса, развития, организации своего дела. Это на самом деле клево, мне это нравится. Но потихонечку я тебя буду возвращать обратно к нашим квартирам. Давай, ты иди. Помнишь, мы в нашем первом видео, друзья, если вы смотрите вдруг со второго, вот с этого текущего видео, обязательно смотрите первое, чтобы быть в курсе дела. Мы немножко говорили, что важно понимать, для чего ты покупаешь квартиру. И там, недвижимость, жилье, для того, чтобы отдыхать, чтобы тусить в центре города жить. А вот с точки зрения каких-то целей покупок, какие вообще бывают? Я как понимаю, можно купить себе, чтобы жить, можно под сдачу. Да. Как это отличается, выбор жилья, что важно учитывать? Ну, это разные задачи. Если ты покупаешь себе, у тебя должна быть потребность твоей семьи, либо тебя лично. Если у тебя семья нет семьи, будет, не будет, сколько детей будет, бабушки, дедушки, кто в гости приезжает. Если ты тусовщик, либо ты дома, наоборот, находишься, очень много фактов. У тебя квартира, от этого не будет. Да, мы как раз об этом говорили, да. Если под сдачу, то как быстро она у тебя купится? То есть у тебя локация должна быть, хорошее место проходное, какие-то рестораны. Ну, вот локация решает вопрос, чтобы удобно было. И стоимость соотношения, сколько ты вложил и сколько ты должен довложить в ремонт. Ну, потому что она должна купиться. С точки зрения инвестиций, третьей на нулевом цикле, вот как Сергей поступал, а там выгодно на будущее, то есть понимать прогноз на пять лет. Ну, вот так. Я понял. Слушай, а можно к дизайнеру прийти и сказать, слушай, дизайнер, я хочу квартиру под сдачу. Он возьмется там дизайн для этого делать? Да, конечно, есть такая тема. У нас даже кто-то учился по такой теме, ну, вернее, даже реализовывал тот из учеников, я точно не помню. Значит, в чем там суть была? К ней девушка была, обращались люди, да, у которых была квартира, и с такой запросом, типа, сделать мне недорого, но чтобы можно было сдавать хорошо. Вот она делала, и потом она рассказывала, что ее заказчики сдавали там на 10-15% выше по рынку. Ну, если я не ошибаюсь, примерно такие цифры. Вот, и она умеет делать, то есть она умеет делать, чтобы это выглядело круто, а денег мало платить. То есть она знает там все суперфишки там ближайшего магазина, там, метро, икея, и так далее. То есть она знает, где что купить недорого, но чтобы выглядело очень круто. За счет этих знаний, за счет комбинации этих знаний у нее получается как бы с нуля создавать. Плюс у нее есть там какие-то строители свои, у которых уже готовы чертежить. То есть это такая технология. Как отдельная отрасль дизайна, это очень выгодная история. Опять же, если ты берешь себе специализацию, я делаю квартиры под съем, и они сдаются на 15-20% выше рынка, я могу это доказать, я могу их ввести массу, 5 штук, то любой инвестор может купить 5 квартир и сказать, давай сделай мне, пожалуйста, 5 квартир, и тогда у него это выгодно будет, получается. То есть он вкладывает там миллион долларов, и у него перентабельность гораздо выше. То есть примерно на уровне бизнеса. Ну, то есть если мы говорим вкладывать в бизнес. У него вот этот бизнес добавочный, это вот эта девушка. А девушке, чтобы больше зарабатывать, ей нужно тогда договориться еще с управляющим каким-то, кто будет этим управлять, и тогда она может создавать как бы полный цикл. Она выбирает, она делает ремонт, она управляет, и если надо, продает. Ну, вот если она больше, чем дизайнер. Ну, это тоже не всем надо. Блин, Станислав, вот смотрю на тебя, правда, такое чувство возникает. Тебе уже неинтересно думать о чем-то просто так, без контекста того, как это дальше развить, какое-то еще, типа, дело, бизнес, систему. Ну, а иначе получается, ну, у тебя, ты ограничен получается. То есть, ну, сделал и сделал, молодец. Ну, я дизайнов очень много там сделал, визуализацию еще много сделал. То есть, ну, ты один раз делаешь, тебе интересно, прикольно, а дальше-то что? Потом, если у тебя нет с этого денег, либо недостаточно, у тебя это быстро умирает. То есть, ты такой думаешь, а тем ли я занимаюсь, ну, приносит ли она вообще пользу. И ты такой, блин, ну, непонятно, у тебя энергия падает. Если ты можешь это продать, это нужно людям, соответственно, это приносит же пользу не только мне. Я же, ну, то есть, деньги это же что? Это не сама цель, это то, насколько ты был полезен, если ты делаешь честные вещи, другим людям. И поэтому ты придумывай такую схему, как дизайнер, которая приносит деньги людям, это тоже дизайн, это очень круто. Слушай, это очень классно звучит на самом деле, я вдохновлен, надо признать. Вот такой вопрос. Смотри, вот, допустим, у меня есть квартира, я хочу ее продать, и ты, Станислав, говоришь, что с помощью дизайна можно продать ее дороже. Ну, придет покупатель, а там, типа, все клево сделано. А как мне рассчитать, понять, сколько? Быстрее еще, чем важно. Быстрее еще? Да, потому что, ну, как бы, если у тебя квартира там полгода стоит, и ты ее не продаешь, то считай, сколько у тебя минус аренда. А если у тебя кто-то живет, ты не можешь продавать, показывать, потому что там человек живет. Э, а как прикинуть, сколько денег мне вложить в такой вот дизайн для продажи, чтобы не прогореть с одной стороны, а с другой стороны, как бы, и окупить их? Ну, это считается. Желательно вообще идеально делать под человека дизайн, ну, сразу же дизайн. То есть ты покупаешь квартиру. Покупателя будущего. Да, ты придумываешь себе портрет покупателя, кто у тебя будет. Там молодая семья, значит, ты под них делаешь. И потом, это на самом деле выгодно, потому что, когда ты даешь рекламу Таргет, ты не просто пишешь там в Авито объявление, что, типа, вот квартиру покупайте все. Ты говоришь, квартира специально для молодой семьи, квартира специально для бизнесмена, для, там, одиноковой мамы и так далее. И ты, зная их все плюсы и минусы, ну, для их жизни, ты можешь спроектировать. То есть, что у тебя там, допустим, у бизнесмена кухня, например, не нужна, он только ночует там, например, да? А ест он там в ресторанах всегда. А молодая мама, наоборот, две стиральные машины надо и две посудомоечных машины, потому что там дети. Вот знаешь, что это... Посудомойки это реально вещь. Я сейчас понимаю, что должно быть две. Ты берешь из одной чистую и грязную кладешь в другую. Я несколько лет об этом говорю всем. Все такие, блин, открытие точно. А это да? А я думал, что я сам это придумал, погоди-ка. А, у тебя две посудомойки? У тебя две посудомойки? Чего? Нет, у меня одна, к сожалению. У меня две. Я страдаю, каждый раз уже. Ну вот, блин, Станислав, как так? Ты практически... Я недавно пришел к выводу, что должно быть еще две стиральные машины на каждом этаже. Почему? Потому что приходит уборщица... Я тебе функционально объясню, тоже, кстати, ноу-хау такое. Потому что приходит уборщица, допустим, у тебя вещи могут смешиваться, там, детские, там, жены, мужа и так далее. Ну, то есть, по отзывам клиентов тоже, как бы, важно. Они сейчас скидываются в кучу и разбираются. А потом, как бы, уборщица, ну, кто всем убирается, она не всегда может идентифицировать. Вот, соответственно, у тебя путаются, ну, в шкафах возникают, в общем, вещи. То есть, они не могут найти. А, я понял. Вот, и в итоге, короче, выгоднее даже, ну, скидывать всю стирку, там, мужскую в одно место, а женскую в другую. Почему? Потому что у тебя уборщицы меняются. Ну, то есть, либо, короче, у тебя, ты платишь им за то, чтобы они думали. Ну, это дороже, чем купить просто машинку один раз. Это тоже, как бы, не совсем... Блин, это классно все. Да. Вот, так, слушайте, если, да, вот если для вас это стало открытием, как для меня, обязательно как-нибудь, благодарите Станиславу. Например, пошарьте это видео друзьям. У меня таких много фишечек, и как раз таки, это то, чем отличается, там, почему ты по книжкам никогда не можешь научиться. То есть, у тебя должна быть, как бы, вот, жизненный опыт, а желательно не только, ну, как бы, виртуальный, да, но ты должен общаться с огромным количеством людей, знать их проблемы реальные, да, и помогать их решить. Плюс у тебя желательно, собственно, должен быть опыт, там, опыт, ну, хотя бы снять, там, дом попробовать, да, квартиру маленькую, большую, в центре, ну, то есть, понять все плюсы и минусы. Тогда ты становишься не теоретиком, а вот на любую тему, я тебе могу конкретный пример провести. Ты же, видишь, я не из головы это придумываю, я просто все это золото знаю. Это я прям, вот. Эх, так, и одну идею в жизни придумал, гениальную, и ту уже практически воплотили. Слушай, немножко вернувшись назад, а вот стоим к дизайну, вот ты классную идею, на самом деле, подсказал, что ты делаешь некий портрет будущего, будущей аудитории, и под нее делаешь дизайн, и продаешь ее этим людям. А вот дизайнеру с такой задачей прийти, он, типа, справится, он понимает, о чем речь, что, типа, дизайн для продажи? Да, но он скажет, что он знает, что он занимается, но по факту надо проверять. Я всегда спросил, а покажи, что ты уже сделал? То есть он скажет, я буду экспериментировать с тобой, не факт, что у него получится. То есть теоретически он знает, но на практике может не получиться, либо получиться не так, как нужно. Я понял. Ну, как и везде, это же везде так. Окей, хорошо. Слушай, вот такой вопрос, а если, допустим, я купил квартиру маленькую, ну, там, не знаю, 30-40 квадрат, 50 квадрат, 60 квадрат. Вообще, не стыдно к дизайнеру с таким маленьким проектом идти? Он возьмется за такую работу? Конечно, да, он за любой проект возьмется, если ты достойно оплатишь. То есть вопрос, что 30 метров и 100 метров по сложности одинаково проектировать. Может быть, даже 30 метров и сложнее, потому что там надо уместить, как я кто-то делаешь, там надо очень много чего уместить. Это интересная задача, но, допустим, дизайнер не может тогда по метражу брать, он тебя возьмет за 40 метров так же, как за 100. Если ты готов заплатить. Но это имеет смысл, если у тебя квартира где-нибудь в центре. Она, конечно, будет маленькая, но ты в нее вложишь столько же денег, сколько 100-метровую где-нибудь на окраине. Но она у тебя будет вообще классная. Угу, я понял. Хорошо. Слушай, а пробеги меня быстренько по процессу. Как вообще процесс покупки выглядит? Как это устроено? У новостройки или повторичка? Да, у новостройки. У новостройки все очень просто. Ты заходишь на сайт, смотришь. Как правило, там может быть уже готово что-то. Если ты покупаешь на нулевом цикле, ты можешь туда даже не ехать. То есть ты туда не зайдешь, тебя не пустят. Ты по картинке покупаешь, по рендеру. Иногда бывает, что уже готово, ты приходишь, смотришь, заходишь в квартиру, смотришь вид, ну все подписываешь договор и покупаешь. Там вообще ничего. То есть как Макдональдси закрывать. Какие подводные камни, там, не знаю, что-нибудь отваливающая штукатурка. Да, это все может быть, но ты подписываешь, ты заключаешь договор продажи, да, купли-пододажи, а потом ты можешь написать претензию, говорить, вот мы провели акт обследования, вот вскрылись какие-то дефекты, да, соответственно, просьба устранить. То есть это у тебя как гарантия. Пишешь это, отправляешь в управляющую компанию, они обязаны там в течение там какого-то там срока по закону устранить, там 30 дней что ли, или 40 дней. Вот, если они не устраняют, то ты можешь попросить деньги назад. Если устраняют, ну, значит, хорошо. Если ты не хочешь деньги назад, а хочешь эту квартиру, тогда устраняешь сам. Чаще всего приходим к какому-то компромиссу. То есть они 100% не устраняют, ну и деньги не возвращают. То есть приходит пару рабочих, там что-нибудь тебе поковыряют, ну и не всегда это хорошо, лучше бы они не ковыряли иногда. Ну, короче, как ты смотришь, да, это так же, как автомобиль покупаешь, в принципе, бушно, ты смотришь, да, там, что у тебя, как, ну и дальше делаешь вывод, нужно тебе это или нет. Ну, поэтому так. Сложность абсолютно никакой, приходишь в магазин и покупаешь. Я понял. Слушай, а вот с точки зрения покупки квартиры под будущий дизайн и ремонт, выгоднее покупать квартиру, как бы нулевого такого этапа, где просто там стены, пол и все. Да, конечно. Ну, такие тебе и будут продавать, если ты, ну, смотри, если ты покупаешь дорогой дом, там, допустим, бизнес и премиум класса, там тебе не нужно будет штробить ничего вот это, потому что там, ну, не любят, когда соседи, да, что-то штробят. Вот, соответственно, тебе сделают white box, как у тебя сейчас квартира сделана, вот, примерно так тебе сдадут. Ты заводишь свою мебель, завозишь, вешаешь шторки и все, у тебя все готово. В Москва сидит, допустим, там уже с кухни, по-моему, насколько я знаю. То есть, такой европейский формат, в Америке так сдают. Вот, тем самым... И это хорошего качества все будет уже сделано, да? Не, не очень. Ну, как бы, более-менее там, на троечку. Вот, но там индивидуально, получается, ты уже, ну, как бы, мало чего сделаешь. Вот, лучше, конечно, лучше всего, если ты покупаешь лучше всего в бетоне, дорогой, хороший объект и уже делать его с дизайнером по-своему. То есть, вот это вот, ну, если ты готов в это вкладываться, то есть, мы вот с такими объектами работаем. С декором мы не работаем, когда у тебя white box и тебе там нужно что-то мебельно выбирать. Это больше декоратора. Я понял, спасибо. Слушай, такой вопрос. Вот, есть, допустим, дом, там есть квартиры, условно, 5-6 планировок и они все просто в бетоне сделаны. А нет ли смысла взять с собой дизайнера на просмотр, чтобы он сказал, типа, слушай, вот эта планировка мне нравится, давай здесь вот это убирать, убрать. Да, да, вот это, конечно, это очень классная штука, дизайнер очень может посоветовать, что можно из нее сделать. И мало кто это делает, то есть, в основном, обычно покупают, потом приглашают, но я бы начал именно с того, чтобы, если бы я был не дизайнером, да, я бы всегда просил профессионал оценить, ну, как бы, перспективность планировки, потому что там, допустим, у тебя сколько комнат, столько и окон должно быть. Ну, то есть, чем окон больше, тем лучше. Ты можешь чуть-чуть доплатить, но там плюс окно будет, и ты можешь плюс комнату сделать, если тебе это важно, если там у тебя, допустим, детская еще дополнительная, разнополные дети. Вот, ты просто, ну, иначе ничего не сделаешь. У тебя, если окна нет, то ты комнату не организуешь никак. Вот, какие такие вещи. Либо, если наоборот, если у тебя однополая, но квартира там с дисконтом, минус там 10%, то может быть и ничего страшного, что одна комната. Поэтому очень сильно индивидуально, лучше, конечно, воспользоваться, если возможно. Это недорого стоит, потому что дизайнеры делают это со счетом на то, ну, либо там это будет стоить 10 тысяч рублей, например, помощь. И теоретически это может вообще ничего не стоить, я просто попадем, сходим, посмотрим, потом поговорим. Да, да, да. Я пар. Ну, может, может так. Если это онлайн, ну, допустим, ты можешь выбрать и даже на форуме задать. Там кто-то, кто захочет хорошо продвинуться, ну, показать, что он полезный в сообществе, он тебя просто так откомменитит. То есть я так иногда делаю, я захожу просто в сообщество, и там какие-то вопросы, ну, когда у меня есть время, случайным образом отвечаю. Кто-то мне присылает даже какие-то вопросы, ну, я отвечаю. Ну, почему нет? Я показываю свою экспертность, помогаю человеку, и другие люди тоже смотрят, думают, ну, классно, можно обратиться. Прекрасно. Слушай, а расскажи немножко кратенько про планировочки. Вот людям, которые собираются купить квартиру, какие там подводные камни, минусы, на что обратить внимание бегло? Ну, планировка, вообще застройщики ее все не очень хорошо делают, нужно выбирать свободная планировка. Обязательно, чтобы не было никаких стен. обычно там делают один кирпичик и просто, ну, как бы выделяют мокрые зоны, специально, чтобы было понимание, где мокрые зоны. Вот, в принципе, зоны, это ванная, да, как я понимаю? Ванная, да. Санузлы, ванная, кухня, то есть то, что нельзя выводить. Есть законодательство, оно очень строго регламентирует в доме, чтобы у тебя, допустим, не получилось, что санузел твой находится над кухней, вот, либо, ну, другого соседа, да, у тебя будут там звуки, ну, не круто. они это все регламентируют, да, чтобы никто там не выходил за эти рамки. Вот, соответственно, эти зоны надо знать, это можно запросить у застройщика обязательно. Вот, и в том числе с помощью этих зон дизайнер смотрит, ну, насколько планировка подходит. Я понял. Вот ты классную штуку сказал, что, по сути, если я хочу делать еще одну комнату, там должно быть обязательно окно. Да, запомнил. Еще, еще стены, смотри, стены могут быть монолитные, могут быть колонны, если это монолитный дом, могут быть там, если это старый дом, там кирпичные стены, их нельзя сносить. То есть, чтобы, идеально, чтобы было как можно меньше стен и несущих конструкций. Либо, если несущая конструкция есть, ну, как бы, надо сразу прикинуть, не будет ли она мешать. То есть, иногда бывает, что там по центру, красивое какого-то место, у тебя стоит несущая конструкция. Чаще всего, с этим можно поработать на стадии уже планировки, но если у тебя там много вот этих вот, допустим, пилонов каких-то натыканных, это большие такие, получается, колонны, то ты уже в ограничениях идешь. Соответственно, ты там не можешь поделить, поменять какие-то местами. В общем, на это тоже надо смотреть. Я понял. Хорошо, спасибо. А есть ли разница, теплый пол в доме или там, типа, традиционное отопление, батарейное? В квартире нужно делать обычное отопление и паркет. Теплый пол в квартире водяной не делают, ну нельзя, делают обычный, электрический. Электрический не очень клево, он энергию ест, и в принципе, обогрев полом, ну не очень хорошо, то есть только как подогрев, ну небольшой, лучше как бы паркетом сделать. В доме, который загородный, там, да, можно делать камень, допустим, хорошо он держит тепло, и там можно водяной сделать. Вот он будет, ну то же самое отопляться, но все равно он не должен никогда использоваться, теплый пол, как основной источник обогрева, потому что конвекции тогда не будет. У тебя конвекция должна быть обязательно, теплый воздух поднимается, опускается, и за счет там окна, короче, это вся тема работает около окна, около батареи, у тебя воздух должен ходить, движение массы, чтобы было. Если просто пол, И дизайнер тоже это знает, да, вот эти тонкости. Ну хороший должен знать. Ну ты же знаешь, значит ты хороший, я понял. Хорошо, спасибо. Окей, я понял, спасибо. Слушай, а может ли дизайнер помочь в торговле с, допустим, застройщиком, может он прийти и сказать, слушайте, у вас тут типа водяное отопление, теплый пол, это все надо переделать, давайте минус 50 штук, там что-нибудь такое. Не, у них нет там никого, у застройщиков будет, там не будет никакого отопления, там у тебя будет просто пустое место и сказать, подключай, что хочешь. У застройщики, они дают просто квадраты метра без ничего, поэтому ничего не будет. А во вторичку может дизайнер помочь? Да, во вторичку у меня есть клевый чек-лист такой, как оценить стоимость недвижимости по всем параметрам и как торговаться соответственно по этому вопросу. А ты его продаешь, как его вообще получить? Слушай, ну это не мой, это у меня партнеры, ну не партнеры, просто ребята знакомые занимались, ну они просто дали для выбора, для каких-то консультаций. Нет, наверное, это все-таки не мое, не могу это никак продавать, но тема такая есть. Ну то есть, в целом ты просто приходишь, у тебя там, ты выписываешь пункты, там удаленность от школы, удаленность от магазина, значит, какие-то там доступность развлекательных мест, количество ставишь, и у тебя там таких вопросов, там допустим 150, и ты приходишь по этим 150 вопросам, ты не торгуешься, ты просто задаешь вопросы собственнику или риэлтору. Говоришь, вот это есть, это нет, это есть, давай я тебе, наверное, ну тебе скину, ты как бы оттуда, что нужно будешь, какие-то основные вещи, ну, слушай, да, это я первый раз слышу, это очень классная штука. И потом ты... Теоретически человек может сам даже для себя его составить, ну как-то базу. Да, 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 может, делось для того, что как бы собственник, который вкладывает, это психологический момент. Собственник, который себе строил жилье как себе, он естественно туда вкинул много денег на стадии строительства, он хочет их отбить. А рынок, допустим, упал, и он уже их никогда не отобьет. И вот он сидит, как бы как собака на сене, не продает, и оно не продается, и ничего он с этим и не делает. Вот. И когда к нему приходит профессионал, переговорщик, да, это как бы этап переговора, он просто начинает спрашивать, заполняет анкету, и потом по этой же анкете он может там другие альтернативы показать. Говоришь, давай зайдем на Авито, давай посмотрим. Говоришь, я не скрою, я хочу купить твое жилье, то есть оно мне нравится, но та цена, которую ты называешь, она как бы эмоционально для тебя понятна, но она неразумна по рынку. Ну, то есть первая реакция твоя будет мне отказать, но давай посмотрим на факты. Ты как бы, ты хочешь продать, или ты просто хочешь спрашивать, я реальный покупатель, но я хочу купить нормальную, адекватную стоимость. И вот этот чек-лист у тебя получается, ну как, этапом торговли, то есть он у тебя вспомогательный элемент для переговоров, то есть переговорщики это делают. Это не дизайнер сделает, это переговорщик, скорее всего, профессиональный. Он может помочь купить и продать, точно так же. А такое на рынке есть, да, специальные переговорщики, которые ходят на сделки? Ну, наверное, да. То есть я здесь не сильно понимаю, но, наверное, ребята, которые мне дали этот чек-лист, скорее всего, они этим занимаются. Я, честно говоря, не сильно в теме. Ну, как бы логично, что так можно сделать. Ну, я бы так сделал. Спокойно. Я очень часто так делаю, я говорю, ну, ребята, я хочу вас заказать, не скрою, мне очень нравится, как вы там, вы работаете, допустим, но у меня бюджет такой. Я не пытаюсь принизить там ваши расценки или еще что-то. Вы реально это стоите? Просто, ну, вот, говорю как есть. То есть если вы мне откажете, я приму и пойму. Ну, так же и здесь. Ты, как бы, ведешь такую беседу. И ты не манипулируешь, ты не пытаешься, то есть это не способ, это реальность, да? Вот, ты говоришь, я просто не куплю. Либо куплю, давайте обсуждать. Ну, говоришь, готовы обсуждать? Если да, то это уже вопрос, как бы, плюс-минус туда-сюда. И мы садимся, берем чек-лист на основе чему-то и уже начинаем как-то действовать. Ну, это прикольно. Так же дизайнеры могут делать. Ну, и копирайтеры, да кто угодно так может делать. Давай возьмем чек-лист, анкету заполним и поехали. Блин, я как человек, который поработал со Станиславом, поел с ним, так сказать, из одной большой миски. Я знаю, что он умеет работать с ценой, так что ты как бедный просто сидишь. Неправда. Я тебе ни разу, я тебе хоть раз сказал, что типа давай сэкранами. Ты еще не откатывал на мне эти тактики. Нет. Ты обманываешь. Ты сколько всегда говоришь, я говорю, Сергей, сколько будет стоить? Стоит тот или тот? Ты говоришь, столько-то. Я же тебе ни разу не сказал, давай меньше. Ну, ты же, мы с тобой в книжке даже об этом немножко упоминали, что, ну, в своей книжке имею в виду, что ты не торгуешься с исполнителями, потому что считаешь, что человек должен работать за ту цену, за которыми комфортно. Да, абсолютно точно. Но квартира – это товар. Да, конечно. Ну, поэтому ты мне сказал, что типа сейчас якобы я использую тактику на тебе. Извиняюсь, прости, не хотел тебя видеть. Хорошо, твоя правда. Я понял. Слушай, я перед нашим тобой разговором немножко почитал, посмотрел, как вообще с продажей недвижки, что устроено. И очень часто вопрос, который я встретил, встречал, наблюдал, насколько страшна незаконная перепланировка, покупая квартиру, там типа балкон удлинили, увеличили или снесли. Часто я видел, есть балкон и сносят как бы часть стены, которая к балкону, чтобы удлинить комнату. Вот расскажи, как, что с этим вообще? У меня так было. Да, ты незаконно ты... Да, я вот так вот делал. Ну, слушай, тогда еще... И наказали тебя за это? Нет, меня не наказали, я избежал наказания. Тогда еще не было так жестоко. Ну, как у меня было? Когда ты покупаешь квартиру, я его, ну, на нулевом цикле покупал, у меня был план БТИ, там было обозначено, что нужно. По идее, ты делаешь ремонт, и потом должен приглашать комиссию, чтобы тебе ее согласовали и зарегистрировали. А я этого не сделал. То есть, я просто делал ремонт, и больше никому ничего не сказал. Она у меня по документам была как будто в бетоне. Понимаешь? А там я, да, я снес как бы балкон, присоединил его, то есть, там был монолитный кирпичный дом, то есть, с точки зрения конструктива там никакого нарушения не было, ну, вот просто вот, как бы такая штука. Вот. И я ее нигде, как бы никому ничего не показывал. И потом, когда я продавал, люди тоже точно так же купили, то есть, я им сказал, как есть, я не согласовывал, вот у вас такие документы, то есть, по сути, никто не знает, что у нас тут ремонт, как будто у нас черные стены черновые. Но я бы так не рекомендовал, на самом деле, наверное, делать, ну, просто у меня был такой факт, это было, ну, как там, не знаю, пять лет назад, например, по-моему, где-то так. То есть, жить это не мешает, и никто тебе не выгонит. Ну, если там не будут проверки, приходите, если соседи, то есть, теоретически могут, то есть, я знаю такие случаи, что вот ты там, кто-то кому-то не понравился, тебе соседи написали жалобу, что вот у тебя там что-то там не то, стучишь, например, ты там, или каблуками, вот они записили, там играешь, слушаешь музыку дрелью, они записились, вызвали инспекцию, к тебе пришли, и тебе суд сказал, что вернуть как было. То есть, такое может быть, то есть, на свой страх и риск. Лучше так не делать, вот, но вот у меня был такой факт, биография, вот, соответственно, ну, было и было. Но квартира получилась офигенная, дизайнер, я не удивлен. Слушай, а вот если, допустим, человек покупает квартиру во вторичке, и там ему продавец говорит, у меня тут типа незаконная перепланировка сделана, стоит такое брать? Ну, то же самое, если ты готов рисковать, ну, я бы не брал, потому что к тебе могут прийти и предъявить. Ну, то есть, ты же, когда берешь, ты рискуешь чем-то, ты рискуешь, что у тебя санкции применят. Ну, вот и все. А можно как-то это потом, не знаю, обелить, там, как-то обыграть. Но это уже сложно. Раньше было можно как-то, когда это не сильно регулируешься. Сейчас каждый год там все ужесточает и ужесточают эти все правила. То есть, сейчас кондиционеры уже там нельзя. Ну, в принципе, это правильная тема, то есть, государство регулирует всю эту историю. Вот, поэтому я бы сейчас этим не занимался, я бы взял сразу же нормальную квартиру в новостройке, в нормальном комплексе. То есть, тут надо понимать еще контекст. когда я брал, допустим, там цены были очень высокие, то есть, я брал, покупал квартиру, когда они очень дорого стоили. То есть, у меня там однокомнатная квартира 150 тысяч долларов стоила. То есть, это как сейчас, ну, это очень много. Это не в Москве даже было. Вот, но такие цены были там, в каком-то году. И не было ничего, то есть, не было альтернативы. Сейчас уже очень много строят, сейчас уже мир поменялся. Вот, соответственно, сейчас бы я не брал, сейчас предложение выше, чем спрос, а тогда, когда я покупал, был как бы наоборот. Вот, и сейчас можно купить, что хочешь. То есть, наоборот, сейчас предложение очень высокое. Поэтому я бы не брал такую тему сейчас. А ты когда не слышал о незаконной перепланировке в новостройке, вот в бетоне? Там, ну, давайте туалет перенесем, он пофиг, что-то там, мог разумно озорожиться. Такое бывает. бывает, и потом, если там доставляет неудобства кому-то, то могут предъявить. Такое можно делать в апартаментах, то есть, там нет регламентации такой. Ну, то есть, есть статус недвижимости апартамента, вот в Москва-Сити, по-моему, там апартаменты. Там ты можешь, типа, оно не жилое, ты там прописаться не можешь, там есть как бы свои особенности. Но там минус в том, что ты платишь очень высокую ежегодную ставку налога. апартаменты ты, ну, там допустим, платишь за квартиру, ты там, 5 тысяч плачешь, например, или 10, ну, например, а за апартаменты ты можешь быть на 20 тысяч платить, например, только в месяц. Ну, и она, соответственно, уже становится там, ну, нерентабельной тебе. Вот, я точно этих деталей не знаю, ну, я имею в виду в цифрах, я тебе там абстрактно сказал, но факты таковы, что есть. А допустим, в Европе, если ты снимаешь, во Франции, допустим, то там, допустим, ты снимаешь, ты владеешь, и ты очень много еще плачешь, 3% что-то, по-моему, то есть, ну, достаточно, ну, налоги очень высокие, поэтому там точно не выгодно. В Европе точно не выгодно, как бы, владеть для съема, да, потому что ты плачешь там налог за то, что ты владеешь, платишь налог за то, что ты сдаешь, и плачешь налог за квартиру, то есть, короче, там тебя облагают по максимуму. Абсолютно верно. В Берлине около 10% собственников жилья, это частные лица, а остальные это компании управляющие. Ну вот. Вот так, что это можно понять. Поэтому надо становиться богаче и не париться по поводу процентов. Блин, ну совет дня просто, друзья, слушайте, хватит быть бедными, просто все, будьте как Станислав, я понял. Используйте технологию 7 плюс 7 и зарабатывайте больше. Ну вот все, буквально мы заканчиваем, давай последние несколько минут, кратко расскажи буквально, можешь про технологию 7 плюс 7 для тех, кто к нам впервые присоединился и не знает про тебя. Что это такое? Да, я сейчас пишу еще одну новую книгу о том, как творческому человеку расти в доходах. В чем суть? В том, что я считаю, что твой доход, если ты творчеством занимаешься, зависит от твоего навыка выработать и от твоих навыков видеть, как бы, куда прикладывать свои усилия и дополнительных навыков, там продажи, переговоры, создание компании, ну вот то, что в принципе частично мы сегодня обсуждали. И это можно развивать, это не талант, это не дар свыше, а этому можно научиться. И очень просто, если ты зарабатываешь какую-то сумму, ты не сразу миллионером становишься, ты выходишь на какой-то следующий шажок, допустим, зарабатываешь тысячу долларов, следующий твой шаг, там, две или три тысячи. И чтобы тебе туда перепрыгнуть, тебе нужно там, ну, несколько, получается, навыков получить на каких-то базовых основах. Вот, единственное, что ты должен сделать, это научиться этому. Как? Хочешь книжки читай, хочешь на тренинги ходи, хочешь коуча бери. Не важно как, но если ты это прокачаешь, то ты неминуемо будешь больше зарабатывать. Потому что это не какой-то подарок там тебе, да, а это отражение твоих компетенций. Тебе будут платить больше, потому что ты больше будешь доносить пользу. Ну, примерно в этом ключе. Я понял. Слушай, звучит неплохо. А я только, не один уточняющий вопрос, а творческий человек, это кто? Дизайнер, копирайтер? Да, любой человек, который своим умом, интеллектом зарабатывает деньги. То есть, я руками делать вообще ничего не умею, я там гвоздь даже забить не могу. Но все, что я сделал, все, что я имею, это вот благодаря, как бы, голове, вот тот, кто головой зарабатывает. Вот. Вот такие вот лентяи и бездельники. Слушай, и сейчас, чтобы познакомиться с этой системой, нужно дождаться твоей новой книжки. Можно посмотреть на нашем сайте, но там есть, как бы, описание, есть курс по этой теме, да, и те ребята, которые проходили курс, там около ста человек, сказали, что тема очень классная, очень полезная, и давай книгу. Ну, я хорошо сказал, давайте, да, буду делать. А вот этих ста человек, сколько стали богаче? А нисколько, там же не в богаче дело, а в том, что ты видишь свой путь, ты будешь куда развиваться. То есть, как бы, я думаю, что все стали богаче, насколько-то, и они двигаются по правильному пути. То есть, кто-то медленно, кто-то быстрее. То есть, я как бы не отслеживаю. У меня задача именно в этом продукте, в системе, просто сказать, что это возможно. Потому что первая тема, знаешь, почему еще многие не верят? То есть, они такие сидят, говорят, нет, вот там виновата правительство, виновата там кризис, виноват еще что-то. А я хочу показать, что ничего подобного, то, если то, что ты мыслишь, оно как бы то к тебе и приходит. А если ты понимаешь, как работает этот мир, знаешь, я сравниваю с чем? С шахматами. То есть, моя задача объяснить, что есть 8 на 8 клеток, и у тебя есть фигуры. И твоя задача просто научиться управлять этим миром. То есть, ты видишь взаимоисключения и правила. Все. И когда ты это видишь, твой мозг может генерить ходы. Вот моя задача как бы обучить игре. А кто уже там выигрывает или приграет шахматы, это уже дело человека. Я за это отношения не имею и никак не отвечаю. То есть, это не обучение, с точки зрения я беру человека куда-то в виду. Нет, я ему объясняю правила игры, как я ее это понял. Может быть, я ошибаюсь. Но как бы то, что я не ошибаюсь, может человек верить, а может не верить. То есть, у меня есть как бы факты, которые там доказывают чего-то там, что у меня получается. Спасибо. Слушай, я вот буквально мы завершаем. Ты когда сказал, что шахматная доска 8 на 8 клеток, я хотел крикнуть, сказать, ты врешь, 10 на 10, по-моему. А я не помню. Пока ты говорил, я бегло зашел на фейсбук, а правда 8 на 8. 8 на 8. Я просто в шахматы не играю. Ну, как бы я умею, но я не играю. Я просто по памяти так. Короче, я хотел тебя срезать и чуть не облажался. Так что, поаккуратнее надо с фактурой-то быть. Да, хорошо. Слушай, на этом, наверное, сегодняшней части все. В целом процесс, мне очень понравилось то, что это было хорошо завязано, положено на инвестиционную почву. Да, даже не оконеживо. Мне кажется, это важный, к важным характеристикам нашего разговора. Хотя я ни разу не инвестор, и все, что я рассказываю, может быть не так. Это вот как бы мое мнение, ну, насколько я знаю. Ну, конечно, мы с тобой разговариваем, мы это не абсолютно истинно рассказываем, 100%. Так что, думайте своей головой, строго по рекомендации врача, используйте все полученные знания. Если я ошибся, напишите в комментариях, я нормально отношусь к критике, если где-то что-то я не прав, напишите, что может быть где-то я там, ну, накосячил. Например, давайте обсудим. Давайте. И еще, друзья, как вы видите, это бесплатный часовой практически мастер-класс, ну, или там видео с рассказом о важных штуках, и лучше благодарность за то, что вы посмотрели это бесплатно. Пожалуйста, не стесняйтесь шерить своим друзьям, среди них наверняка есть люди, которые будут покупать недвижимость, они вам спасибо скажут за это, и вы это увидите. А лучше благодарность за то, что посмотрели бесплатно, купить платную книгу. Она стоит, как чугунный мост, Станислав, у тебя. Ну, она сама толстая. Как я, собственно. Практически. Ну ладно. А по чем она сейчас у тебя? 3000 стандартная цена. Эх, да, вот разбогатею на недвижке, куплю твою книгу. Спасибо, друзья, спасибо, что послушали, посмотрели, было очень, надеемся, что было интересно и полезно. Мы продолжаем, только к началу, готовьтесь, вас ждут новые видео, мы раз в неделю со Станиславом созваниваемся, и скоро продолжим. Спасибо. Сергей, спасибо тебе большое. А вопрос, у тебя удалось что-то написать с предыдущего раза? Практически да, мне нужно еще несколько часов, чтобы дочитать, да вычитать, я сегодня тебе скажу, и мы, соответственно, поделимся. Я не знаю, или ты бы цифр поделишься с кем-то, или ты там. Это очень хорошо, потому что мы не только болтаем, но и дело делаем. Ну, один из нас болтает, другой делает дело. Я лично заболтаю, обычно отвечаю. Договорились, все, спасибо, до встречи, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok